Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я тоже с Алтая, мы с родителями 12 лет назад сюда переехали Я вот тут вопросы накидала, которые я там не могла у вас найти Я вот как-то слышала, что вы говорили, что нельзя ставить одну свечку Вот в доме, когда зажигаешь, почему? Я не говорил этого Я как могу отвечать? Как-то в ролике было я по... Я говорил только то, что зажженную свечу не оставлять без присмотра От нее может дом загореться А, вот как Она упала, упала Я думала, что одну свечу Сколько у них человека загорелись и храм сгорел Храм сгорел Уже не один храм сгорел от этого А, ничего себе Не знаю, вот она говорит Вот у нее спросили Какой сейчас год А, она кто? Агафья Лыкина, вот которая это Ну, старообрядцы-то вот Я понял, понял Там на Абазе На Абазе Лыкова Это не так Дело вот какое У евреев был лунный календарь Луна начинается, полная новолуния Кончается до половины 14 дней И то 28 дней У них было 12 и 13 месяцев Ну, первый месяц там Асан, Ниссан Называли его Авив А там дальше уже Адар и Веодар добавляли Но когда уже римляне пришли Они вводили свой календарь Но на евреях не распространялся Был Юлиановский календарь Юлия Вот Юлий-то Это месяц-то Сейчас его Это Кесаря Юлия За ним был Август Август назначили Август его звать Его так и поставили Хотя Август это Святейшая особа Но нас-то не это интересует Дело в том, что Христианской эры Никто не отмечал Проходит 300 лет И все еще считает Годы от Диоклетиана А Диоклетиан был Один из самых лютых гонителей Христиан Его эра Как вот революционеры сделали От рождения Ленина Или как у мусульман сделали От хаджа От Мекки От Медины То есть у них свои Вот Но Как получилось у русских-то У русских сказать У христиан-то Дело в том, что Пасху надо было рассчитывать Заранее Канон был такой Чтобы людей Людей оповестить А как ее рассчитать? Еврейский лунный календарь Когда Христос был распят Было полнолуние Потому что 14-го Несана Надо было резать Агнца Ягненка Ягненка Вот луна полная В полнолунии Зарезали ягненка И апостолы с Христом Справились с Пасхой Это На костре Спеченый шашлык То есть Как шашлык готовят Ну и там вино И горькие травы Мореро Это было 14-го А когда Христос воскрес Уже 3 дня На убыль шло Потому что Это полнолуние В пятницу было Суббота На воскресенье И поэтому В Пасхале Нужно было Чтобы она была После летнего Весеннего равноденствия День равен ночи Это одно условие Раньше 21-го марта Никогда Пасха не бывает После этого Надо смотреть На первое полнолуние Если полнолуние Перед этим было Почти на месяц Дальше Пасха уйдет Уйдет в май месяц Почему Пасха Это не в одном месте Но Кто рассчитывал У нее условие было После того Как полнолуние будет Надо чтобы от полнолуния Не меньше 3 дней было А бывает Полнолуние в субботу упало Появилось Тогда надо эту неделю пропустить В следующее воскресенье Пасха Видите какие условия Равноденствия Равноденствия Полнолуние Три дня И воскресенье Четыре условия Четыре И вот Его высчитывали Такие грамотные монахи Был такой монах Дионисий Малый И он рассчитывал Рассчитывает Пасха В одном месте В другом В третьем Когда По разным годам где-то И потом он видит Она повторяться Начинает Опять в те же самые года И опять Он еще проверил И опять повторяется Он до того удивился Посчитал 532 года Через 532 года Пасха возвращается На свое место А когда было Рождество Христово Это никто не знал И он эту докладную записку Написал А с чем это связано И там собрались Такие мужи Архиепископы Они подумали Это не знак ли Божий Что Христос родился 532 года назад Давайте считать Это первым годом От Рождества Христово А сейчас идет 532 Следующий год 533 И так пошло дальше И все считали Что это Бог указал Когда родился Христос Но когда археологи Делали разные раскопки Они нашли Они нашли Что Ирод умер До рождения Христа 4 года По спискам По древним где-то А так не могло быть Потому что Ирод гнал Христа Христиане держатся За то что Ирод гнал Христа А археологи говорят А он умер 4 года И тогда поняли Что ошибка была В 4 года Не 8 4 года И поэтому 4 года Сейчас идет не 16 А 20 Вот Она Ворвая Это Маленько не так Агапия сказала Но на самом деле Это так Почему? Это Солнечный цикл 28 умножить на 19 Лунный И получается 532 года Они не знали Как астрономия Потом подсказала Откуда 532 года И Пасха Так и идет 532 года Опять на те же дни Числа Все совпадает 532 года Так что сегодня По настоящему Идет 2020 год Но нам это нигде не отражается Никто его Но для себя мы можем это знать Когда скажут А как же Ирод умер Но ошибка была Мы сознаемся Была ошибка Нас на этом ловить то не надо Люди которые говорят А вас тут Не знаете Когда родился Христос Знаем Хотя это на спасение Нам не влияет Нам нужно знать Как от грехов избавиться Как Христа полюбить Как быть в церкви Христовой Вот нам что нужно Вот то я ответ вам Спасибо большое Ага А я когда начала В храм ходить Я начала Ну это Слава Христу Я начала смотреть По интернету Всякие видео Монаха Всяких разных смотрела Потом мне Тетенька Ну тетка сказала Что можно смотреть Этого Из Болгара Этого Владимира Головина Да Вот Ну и начала смотреть Но он говорит так Не по Библии А как своими словами На вопросы отвечает Проповеди Все своими словами А потом Когда начала Вот деревни православные Я все тоже хотела Я в деревне жила Я думала тоже Поеду Тоже начну восстанавливать И вот начала Деревни смотреть И вас нашла Я думаю Как здорово У вас там Прям вообще Вы молодцы Вообще Я прям Бог Ага Молодец Это вас Как бы Это направляет Здорово А вы на нашем Ютубе Бываете? И вот Когда На нашем канале Бываете? Нет Я Мой Мой мир Сейчас поговорим Я скину вам И вы увидите Где у нас Сайт Форум У нас огромные ресурсы Там у нас Больше Четырех тысяч Род А вот В мой мир Зашла И там Мой муж Был зарегистрирован И я через него Как просто Поменяла фотографии И все А осталось Как имя Имя только его Вот И вот А когда вас Начала слушать Я прям Это И вы по Библии Все так И святые отцы У вас Все так Прям здорово И как это Просветление Какое-то В голове Началось Совершенно Все по-другому Начала Думать И вот Про воспитание Детей У меня Двое детей Один старше Одна вот Маленькая Еще совсем И это И совершенно К детям По-другому Начала Относиться К мужу Ну и вера Она вообще В принципе такая Что любовь Должна быть Но просто Это как бы еще И ребенок старший Первый класс ходит Его как без любви С любовью Он всяко Ну непослушный мальчик Конечно Это наша вина Мы как его воспитываем Воспитывали Ну вот пытаюсь Поменяться Мне мужа стараюсь Ну вот он у меня В храм только не ходит А вот Ну он по первости Тоже Когда начинала Слушать всякие проповеди Он все выключи Выключи А сейчас больше так Это И сам сядет Послушает Но все равно В храм ни в какую Не идет Венчаться тоже Он как бы не против Венчания Но он Не хочет Что вот батюшки Там вот все они Что Лишь бы деньги Деньги батюшкам А он не хочет Туда идти Потому что вот Такие вот они корыстные Я говорю Ну ты же не к батюшке Идешь Нас просто повенчаем У Господа На небе будем же Как Это обвенчаны Перед Богом же Говорю А эти Батюшки Говорю Они же нам Не нужны Ну вот Пока еще Не соглашаются На венчание Я бы так Контела Конечно Вот я Крестилась В речке На Иван Купало Мне было Лет 13 Наверное Сюда уже Когда переехали А вот Детей Меня обливали Мы их рано Покрестили Вообще Три Четыре Месяца И вот Их надо Перезагружать В воду Полностью А вас Кто крестил Меня Батюшка Крестил Батюшки На речке Они там Все это делали Освещали Я вот помню Еще Игнать Тихонович А когда Меня это Покрестили Одели Другой крестик Мне вот У меня крестик Есть Мне его отдала Моя прабабушка Уже давно Давно Еще маленькая Совершенно была А когда Покрестили Одели другой крестик И мы на речке Начали купаться А этот крестик У меня Веревочка осталась А крестика нет Ну что Это что то значит Еще не значит Дело в том Что все перетирается И рвется Ну надо проверять Время от времени Потяни Как на капрон Нитку сделай Вот я покажу Крестик у меня Он у меня уже Может быть Я не знаю сколько Но может быть Лет 40 Вот смотрите Вот какой Вот крестик Он со мной в тюрьме был В лагере Везде И уже он Весь стерся буквально А все еще держится Так Вы Когда сами слушаете Будете на нашем ютубе На канале Ну найдете что-то Тогда мужу говорите Так спокойно его Сильно Не тревожьте Если он избран Богом Он обязательно придет Потому что Невенчанные По церковному Это не брак Это просто Называется Ну я знаю Это тут уже надо Говорить Чтобы он Прислушался Может быть где-то Молитесь больше Есть такая пословица Поговорка Ночная кукушка Перекукует дневную То есть ты разделяешь С ним ложу Постель Ты ему можешь Такое Нашептать там В нужный момент Что-то сказать Где-то Вот Теперь вот вы Зайдете на нашу Мейл.ру Я вам скину здесь Все наши ресурсы Там регистрироваться Не надо Ни на форуме Нигде Если вы просто Смотреть Если хотите Сделать свои Какие-то вступления Замещания Там комментарии Тогда надо Зарегистрироваться А так не требуется Зарегистрироваться Вы просто Надавите И уже на нашем На сайт зайдете А на сайте Написано Нажать здесь Уже на форуме Нажать здесь Уже на видеоканале Там 4 тысячи 4 тысячи Представьте И они поплыли По деревне По лагерю По миссионерской работе Вы осторожны будете Вот мы сейчас С вами разговариваем У меня враждебные Есть священники Которые Вот это Корыстью задавлены Они за мной Прям гоняются Они находят людей С кем я разговариваю И начинают И грязью заливать Против меня Так будьте осторожны Чтобы нас Заочно не разделили А они дать-то Взамен Ничего не могут То, что я даю У них нету На сайте 50 книг Моим голосом Насчитан Ауди Это Библия Златоуст Жития святых То есть Там огромный Огромный материал А у них-то ничего нету Я знаю Владимир Головин Он там Город Болгар Он говорит Говорит хорошо Но они все говорят так Он встал Ушел И все забылось Надо людей Привезти ко Христу Вот я отвечаю иногда Там десятки мест Священного Писания Ты чтобы к Святой Библии Сама пришла И сказала Господи Говори со мною Раба твоя Слушает тебя Наша задача Людям путь Ко Христу указать Но не сделаться Самим путем Для них Наш путь Может быть кривой Он должен быть На Слове Божьем Основанный На святых отцах Вот вы в осенниках У нас тут одна Наша сестра Надо будет вам адрес Ее дать Она у нас в общине Бывшая баптистка И мы свидетельствовали У ней мать баптистка Она пришла В православие Вот И теперь у нее Старшая дочь Она в Томске За батюшкой Она матушка В патриархии Все Вот И Когда она обратилась Она стала работать С матерью И мать у нее Баптистка Умерла по православному Батюшку вызвали Она исповедовалась В осенниках В осенниках У нас там есть люди Вы просто этих людей Должны как-то найти И с ними повстречаться Я постараюсь Узнать их телефон Адрес вам дать Вы созвонитесь Вам будет очень интересно Поговорить Эти люди у нас были Крещение принимали Они в тот же день Делаются гонимы Их придирают Тогда всяко А проходит время Они Это сектанты Это там Нас всяко клеймят Мы не сектанты Мы православные Но только православные Не такие Что дай деньги И знать нету У нас Люди живут бедом Мы стараемся найти Кому помочь Помочь А не деньги содрать Это большая разница У вас в осенниках В библиотеке В вашей осенниковской библиотеке Мои 38 книг У меня 38 книг Я туда приезжал к вам И библиотеку подарил книги Так что можете сходить Даже спросить Вот Ладно Хорошо Спасибо А я все думала Как же мне книги Я сама-то не работаю С ребятишками сижу А вот муж Как бы он Я у него спрашивала Я вот хотела у вас Думаю Выпишу у вас книги А он говорит Ну хочешь работать И будешь выписывать Я говорю Ну все Потом разберут Правильно Правильно Но у нас есть Книги изданные Которые А они вообще Не имеют аналога В мировой литературе Они не в приглядку написаны Кому что угодно Писать буду Все написано В пророческом духе Как пророки говорили Взято из священного писания Святых отцов Каноны Никому не угождает Ни патриарху Ни президенту Никому Так Бог повелел Открыто Я их знаю Священников Хорошие батюшки Но он отвечает сам Сам от себя Иди проверь его А когда я тебе показываю Так Бог сказал Ты не от меня узнала Тебе что из святой Библии Бог сказал Когда я говорю Такой канон Ты говоришь Это святые отцы То есть тут разница Огромная Это земля и небо Так что тут Выгадывать не надо А надо смотреть Господи Как тебе угодно Все время молись об этом А Господь укажет Вот так Вот летом у нас Если вас муж бы отпустил Вы могли бы к нам Приехать в детский лагерь Ой Игнать Тихонович Я вот молюсь Действительно За сына Он у меня непослушный такой Вот Понимаете Вы И это Я вот Ну вы не знаете Даже в нашем лагере Когда дети приезжают Они в течение месяца Меняются полностью У нас строгая дисциплина Каждое утро молитва Днем Ты четыре раза за стол И за стола Когда выходит разбор Не обидел ли кто кого Там игры Купания Вы отпроситесь потом От осенников Тут совсем недалеко Приехать Ну я знаю Игнать Тихонович Я вот Мы с мужем Разговаривала уже Насчет вашего лагеря Я говорю Давай отправим А Саша говорит Ну как бы Вдруг не справятся С ним Ну он такой Это У нас У нас Были Я говорю Ну а как Из Кузидеева Кузидеева далеко от вас Нет Вот У нас дети оттуда были Привозил Нет Недалеко Это наш Наш брат тут есть Михаил Кальмай Он их привозил Потом у него мама крестилась Он сам принял крещение Из Осинниковых Сестра Филонова Нина Тоже приезжала Крещение приняла У нас там есть Кое-кто Из ваших Так Какие у вас еще вопросы Давайте Что Игнать Игнать Я вот хотела Спросить Про Акафисты Я вот читаю Акафисты Три Богородицы И один Пантелеимону И вот как бы За людей Ну за родных За своих И вот Скажите мне Просто Я могу От этих Акафистов Что я так много читаю За людей Что я могу На это болеть Болеть Нет А то мне с каждым днем Все хуже Хуже кажется Нет Нет Вы можете заболеть Чем Усохнут мозги Мозги усохнут Потому что вы толмите Одно и то И к вам никак не относятся Вы это время Посчитаете Слово Божие Акафист оставьте один Слава Богу за все Такой Акафист знаете Слава Богу за все называется Ну не На русском языке Вы зарядите его В интернете Слава Богу за все Чтобы муж вам скачал Вот Акафист какой Вот Это написал священник Который готовился к расстрелу Григорий Он арестованный был Петров И вы тогда увидите Что такое молитва настоящая За все За все Благодарение Богу Акафист это хорошо Но Акафистов Их больше 500 написано Вы один там возьмите Хоть в неделю Один раз Просчитайте Один ангелу-хранителю Один Богородице Один там Господу нашему Иисусу Христу Себя довольны Это будет Ты больше Считай Священное Писание Во время молитвы Считай Псалтыр на русском языке Из молитва слова Вот у нас утром Считается В лагере здесь Одна молитва Христу Одна Богородице И одна ангелу-хранителю А остальное время Это молитва Вот у нас Что у нас Это вот 100 поклонов Видите Это 3 святые 100 поклонов Каждое утро И 7 раз в день Это молитва у нас 7 раз по 100 поклонов В день Не считай Утренней и вечерней молитвы Это кто может Ты не можешь Но утром, вечером Это обязательно Дети даже маленькие Они должны Много знать Поэтому у нас Занимаются И астрономию Там есть у нас Телескоп Дети ночью Занимаются Плавать учат Играют Игры разные Вы поговорите Как муж это звать Саша Александр Александр Тут скажи Владимир, Александр Или Михаил Игорь Тут быстро узнаешь Имена-то такие все Шаблонные Ну вот Поговорите с ним Может быть он выйдет С вами поговорит Ко мне можно заходить Один раз в две недели Потому что у меня Очень жесткий график Постоянно идут люди Но у меня еще и свои дела Я отвечаю Пространными ответами Иногда десятки книг Приходится Выписки делать Поэтому Накопятся вопросы Вы сейчас все решите вопросы А я потом скину Может вам Вы сюда пощаще Заходите под скайп Я туда буду скидывать Вам может быть Телефоны дам Которые к нам ездят Так что вам С вами вместе проедет И все Дорогу-то узнают Вот так Давайте ваши вопросы еще Игнать Игнать Я Ага Вот про брата Хотела спросить Он у нас болеет туберкулезом Ну у него как бы это И мы общались Ну вот у нас все Хорошо было Как бы Ну долго общались Он говорил Что у него ничего Как бы вот этих палочек Ничего не выделяется Но тот сын у нас Это Монтой мы поставили И оказалось Что это Как положительно И вот мы полгода Его уже таблеточком поем И я вот к чему Что вот с братом Мы поругались Он обиделся за то Что я ему Это Позвонила Сказала Ты мне принеси Пожалуйста справку О том Что ты Не выделяешь эту палочку Но мы всех родственников Обзвонили Сказали Что все должны быть Со справками Но никто не обиделся А обиделся только он И я с ним никак Помириться не могу Я вот с батюшкой С ним разговариваю Он не разрешил Это исповедоваться Причащаться Что как бы Посорено это Но вот я не знаю Правильно ли это Но он вообще никак Он меня игнорирует полностью Ни трубки Ни смс Вообще никак Меня нет Я вот я не знаю Как Как же так Он же заразил Вашего ребенка Которому еще Жить да жить И он же обижается Как это так Это человек Который заражает Другого Он сродни убийцы Он знает это Ему не надо Лично никуда выходить Как он заболел Почему Какая причина Еще надо узнать Где он заразился Сам то где Бывает Он сидел Ну сидел А сидел там туберкулез Вы сделайте Чтобы он не ходил к вам Вам трудно будет Вылечить ребенка Я много лет Работал 17 лет в местной тюрьме Только Я знаю что это такое Меня Бог мелал Я за слово Божие Отбывал срок За слово Божие Иной вышел Там меня даже тоже держали Туберкулеза не было А у меня бронхи Они меня в холодильнике 13 дней держали У меня биография такая Я исповедник Божий Христов Я живой остался Ребели Я знаю Так что Я знаю что это болезнь опасная Но излечимая Излечимая Поэтому Надо хорошее питание Ребенку Посты Чтобы обязательно соблюдать Посты всегда соблюдать надо Мы православные Лукавства не должно быть А брату скажите Чтобы без всякой обиды Больше не приходите Вы оставили Ну вы за грехи свои страдали А ребенок то за что Так может заразить Любой болезнью Ничего тут нет Вы поступили Абсолютно правильно И просить прощения у него Не за что Не за что Вы не виноваты А виноват он Я еще хотела спросить О причащении Как вот Ребятишек Вот как у нас Артемка ходит Мой сын В воскресную школу И вот они к нам Каждую неделю Причащаются Нужно ли это Или нам можно Пореже ездить Причащать детей У русских людей У русских людей Когда приняли крещение При князе Владимире И сохраняется По сегодняшний день А у неприемлющих Никону реформу Четыре раза в год Во время постов Никто чаще не причащался Четыре раза в году Это все так И царь причащался так Все абсолютно Всех нельзя Чтобы каждый день Каждую неделю Этого не было Это новая выдумка Но Иоанн Латауз говорит Мы не одобряем Несчастное нередкое А смотрим на готовность Кто готов Причащаться Он может каждый день Причащаться Но готов ли он Надо высчитывать каноны Надо считать До причастной молитвы После причастной А ты же понимаете как Это один раз За три месяца Это еще годится А если это каждый день Ты не будешь этого делать У тебя времени не будет Так что Про ребятишек Сказать не могу У нас дети Причащаются чаще Дети которые маленькие Совсем Они там каждое Каждое воскресенье Причащаются А которые уже исповедуются Тут решает батюшка Они вместе со взрослыми Четыре раза в году Угу Еще Игнат Тихонович Про уборку по пятницам и средам Можно ли убираться По пятницам и средам? А что это за вопрос? Непонятно А какое отношение? Ну вот что Постные же дни Среда в пятницу Никакого значения не имеют Если у тебя Большая нужда Хотя этого делать не надо В воскресенье К тебе пришел Странник Странник Допустим Какой-то проповедник Такий Настоящий Не бомж То можешь даже Баню истопить Чтобы она Товше избавился Прожарился Так что Когда убираться Да когда хочешь Либо никому не мешало Не тогда Когда муж ложится спать А ты будешь греметь Там горшками своими Ты вставай так Как в песне поют Все понятно Я назову тебя Зоренькой Только пораньше вставай Чтобы муж встал У тебя все готово было Все Игнать Спасибо Да Давид говорит Я встану рано Давид И говорит Предваряю рассвет И взываю Предваряю То есть Рассвета еще нет А я уже на молитве стою Вот мы все встаем Со мной кто В 4.40 В лагере у нас подъем В 5 утра Вот какой лагерь Такого лагеря больше нигде нету И главное Проходит неделя Мы детям говорим Ну хотите будем вставать попозже Никто не хочет Они понимают Как много успеваем сделать Утром искупаться Сбегать Гимнастика Поработать Аппетит такой Что только подавай У нас лагерь трудовой Маленькие ребятишки То щепки собирают То траву рвут То еще Они все время заняты А тут пойдет клубника Ягоды берем Ходим по полям У нас наш лагерь Крайне Не похож на другие лагеря Совершенно Необычный Так что если ребенок Маленький до 7 лет С ним если может Пребывать мать Если мы ее знаем Там отец Ну курящий Если отец Чтобы с папиросами К нам не приезжал Где-то в другом месте Оставил У нас табак Это запрещено Я знаю Я борюсь с мужем За это курение Борюсь Все время Его понуждают Все время Фу Кую на него Говорю Фу Уйди Ну вот не знаю Пытаются Вроде как Ни веры нет А ее нету А ее нету Вот так Ну спасибо Ирина Крестилась я Ну все Ну все С Богом Спаси Христос Слава До свидания Гнать Тихий Две недели Один раз Ко мне Слава Христа Слава Христа